здравствуйте мои дорогие зрители что с вами школа рукоделия я сегодня у нас вот этот узор который был в обзоре и чем дм летней коллекции и там такой вот джемпер таким большой такой крупной сеткой я попыталась максимально приблизить как бы этот узор к оригиналу и вот что у меня получилось вот чтобы было сетка больше нужно взять больше спицы и тоньше пряжу вот я как бы не хотелось сильно больше большая дырча стая сетка получилась ну вот приблизительно на модели на оригинале она действительно чуть побольше сама дырка что достигается очень просто то есть спицами толще и пряжей тоньше а вот она схема за скриньте пожалуйста раппорт узора состоит из трех петель всего лишь и при том что вот вы набираете количество петель кратное трем в эти три входит 2 кромочные плюс 1 для симметрии поэтому число петель кратных никогда не меняется вот если мы сегодня говорим о поворотном вязании ни в нет она круговой в круговую этот взор еще не пробовала поэтому не буду об этом говорить итак первый ряд первую петлю мы снимаем 1 лицевая 3 петли вместе лицевой подложу что-то под спицы чтобы не тарахтели и далее 3 петли вместе лицевой 3 петли вместе лицевой вот рапорт наш состоит из 3 петли вместе лицевой вот это одна петля эта петля симметрии немножечко скажу для чего нужна петля симметрии для того чтобы эти дырочки были в шахматном порядке как на образце и так вяжу до конца ряда стиль по 3 вместе в начале ряда 1 лицевая и в конце ряда у вас должно получиться 3 петли вместе лицевой и кромочная изнаночная 2 ряд накид 1 изнаночная двойной накид изнаночная двойной накид это два накида 1 я пальцем придерживая и 2 изнаночная двойной накид изнаночной и так до конца ряда по большому счету раппорт у нас состоит вот один накид изнаночной 1 накид вот наш раппорт и здесь заканчиваем 1 накид изнаночная и кромочная изнаночной далее 3 ряд лицевая накид провязываем лицевой лицевая 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 4 лицевых и 1 изнаночная вот здесь вот он изнаночная лицевая лицевая вот так вот вы то есть вот эти четыре лицевые это просто в начале так а сам раппорт у нас состоит изнаночная 2 лицевые изнаночная вот он смотрите изнаночную это раппорт это тоже то повторяется изнаночная 2 лицевые изнаночные 2 лицевые изнаночные 2 лицевые изнаночные 2 лицевые так до конца ряда при этом девчонки обращайте внимание здесь основывайте знаете на что на 2 накид то есть все петли лицевые 2 накид изнаночные потому что 2 накида лицевой провязать просто невозможно поэтому мы вот так вот провязываем 1 накид всегда лицевой 2 всегда изнаночная вот и все арифметика это для того чтобы вы не считали лицевая лицевая изнаночная лицевая лицевая изнаночная просто вы знаете она руки привыкнут вам ничего не придется считать поверьте мне все пойдет автоматически 2 накид автоматически будет провязываться изнаночной в конце ряда лицевая и кромочная изнаночная здесь у меня 2 лицевые в конце и кромочная изнаночная и четвертый ряд все лицевые петли первую кромочную снимаем далее лицевые петли и последняя петля кромочной изнаночной так далее что мы делаем начиная с пятого ряда мы делаем то же самое что из первого ряда но мы смещаем немного вот эти вот как бы дырки они у нас потом получаются вот шахматном порядке если вы видите значит первая петля снимаем далее 3 вместе лицевой 3 вместе лицевой так до конца ряда так в конце ряда у нас три вместе и она лицевая вот эта петля симметрии у нас теперь переносится в конец вязания вот так мы на это основываясь мы и будем далее продолжать то есть один раппорт у нас вернее пол раппорта карта эта петля находится в начале 2 2 пол раппорта в конце вот и и мы провязываем в шестом ряду изнаночной далее делаем накид изнаночная двойной накид изнаночной и так продолжаем начинаем заканчиваем мы всегда одним накидом а между вот этими сокращением тремя вместе тут всегда двойной накид вот в конце у нас изнаночная 1 накид и кромочная и изнаночная это был у нас шестой ряд седьмой ряд и теперь 1 2 3 лицевые 1 изнаночная здесь мы основываемся тоже на тот же принцип 2 лицевые изнаночная но здесь у нас опять же основываемся на 2 накид который у нас вяжется изнаночными кстати мой образец связан пряжей как же она называется yarn art silk royal вот которая до silk royal джинс цвет спицы три с половиной миллиметра и там у нас метраж 400 по моему 240 насколько я помню вот 50 граммовом моточки простите меня но я точно не помню так в конце ряда у меня лицевая и последняя вот это лицевая это лицевая петля она просто для симметрии вот она туда-сюда болтается просто для того чтобы связать эти три вместе и можно было их сместить и последний ряд на 8 все лицевые петли вот а вот этот второй образец из yarn art baby cotton вот она там тонюсенькая даже не знаю сколько тоже у меня просто остатки просто помню название и этими же спицами образец я вязала то есть этот узор он годится даже для паутинки будет очень красиво для зимних вещей если вы свяжете вот что-то из кашемира легкое такое но теплое при этом тоже вполне себе подойдет вот раппорт 8 рядов казалось бы много но на самом деле она потом идет все автоматически вот это одна петля главное следить за этой петлей один раз вы в начале ряда оставили второй раз и в конце ряда оставили и все и вот эти дырки у вас автоматически будут располагаться как бы шахматном порядке вот я думаю вам понравилось это видео девчонки попрошу обратную связь напишите что вы об этом думаете лайк если хотите вот я буду вам очень благодарна ну а на сегодня все с вами была дикой школа рукоделия всем пока пока